Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада всех вас сегодня видеть, потому что наконец-то пришло время рассказать вам о том, что же я делала весь предыдущий месяц, когда не снимала вышивальные недели, так что все покажу, расскажу, отчитаюсь, что вышивала именно в мае. В целом подведем итоги за прошедшие три весенних месяца, потому что сегодня у меня уже 2 июня, да, весна быстро пронеслась, пора подводить итоги, вспомним, какие планы я строила на весну и, соответственно, посмотрим, что же мне удалось из всего этого выполнить. Ну и, конечно же, завершим тем, что построим планы на ближайшие три месяца, построим планы на лето, ну, будем выполнять, что же еще с этими планами можно делать. Ну а начнем, начнем мы, конечно, с моей самой главной на данный момент работы, это мой основной процесс, три утюльпанов от Dimensions, которые я вышивала весь предыдущий месяц. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, на представленных фотографиях вы смогли все рассмотреть поближе. Увидели, как постепенно у меня на конвейер спускались цветы и, да, я, видите, даже не стала снимать раму с станка, потому что все равно очень тяжело с ней поместиться в один кадр, то что постаралась тут так сбоку рядышком пристроиться. Но я думаю, что основное вы, в принципе, все уже успели увидеть, да, у меня практически, да не практически, восемь с небольшим хвостиком тысяч крестиков прибавилось на этой работе с последнего момента, как вы их видели. И давайте я вам еще покажу один коллаж. Вот было и стало, вот так четко, чтобы сразу можно было понять, насколько хорошо мне действительно удалось эту работу продвинуть. Я этому очень и очень рада. Если вы смотрели мое предыдущее видео, то в самом начале, в заставке я говорила вам о том, что пытаюсь добиться, достичь рубежа в 50%, но нет, нет. Я не успела, мне осталось совсем немножко, но, знаете, уже не стала дальше тянуть, потому что не будет просто другого времени снимать видео. Ну, лучше пусть эти будут, я не помню, 48 с чем-то у меня процентов сейчас вышито, совсем там какие-то хвостики до середины, так что будем считать, что половина уже есть. Зато снято будет сейчас, а не неделю спустя. Какая основная, ну, трудность, не трудность, проблема, не проблема, но, в общем, с чем я столкнулась таким не очень приятным во время вышивки, особенно вот этого крайнего цветка. Здесь есть три цвета, три цвета крестиков, которые вышиваются как в две, так и в одну нитку. А я совершенно не обращала на это внимания. Я настолько привыкла смотреть на сложения в полукресте, потому что они могут быть абсолютно разные, 3, 4, 5, 6, здесь есть все. Но крестик для меня как-то был стабильно в две. Если крест, значит в две, я даже никогда не смотрела на циферку, которая обозначает количество нитей в саде. И получилось так, а эти цвета идут всегда рядом. Да, то есть один и тот же цвет вдвое и в одну нитку, и всегда вот эти крестики располагаются рядом. И так получилось первый раз, да, когда такой первый цвет мне попался, что я сначала выбрала значок, обозначающий вышивку в одну нить. Не посмотрела, что она в одну, вышила в две, все вообще было замечательно. Начинаю вышивать соседние крестики, то есть выбираю другой значок, там та же самая нитка, уже тот же самый цвет, уже в две нитки. Я начинаю шить, думаю, что-то я не понимаю, у меня абсолютно то же самое. Я только что шила такой крестик, и тут опять же рядом вот шью то же самое. Стала разбираться, увидела. Надо же было первый раз в одну. Ну, ругалась долго сама на себя, да, на свою невнимательность. Но, конечно же, пришлось все это распускать, пришлось переделывать, потому что, знаете, его тут все-таки немало. Если бы нам где-то, не знаю, две, два, три, четыре, какой-то небольшой островок, я бы не стала даже заморачиваться. Ну, нет, все-таки он есть, и вот я чем больше смотрю, тем больше убеждаюсь, что неспроста, неспроста здесь все-таки используется разное сложение нитей, и это добавляет достаточно такую красивую фактуру цветку. Поэтому, да, страдала, плакала, но, ну, не плакала, конечно, я утерю, нет, было неприятно. Ну, что ж, распустила, перешила, все замечательно, иду дальше, и что вы думаете, второй раз на те же самые грабли. И, ну, я, я, вот, казалось бы, да, случился такой момент, но посмотри в ключ, убедись, а точно ли такого нет. Раз попался крестик в одну нить, а вдруг он где-то есть еще в одну нить? Ну, знаете, хорошая мысля приходит опосля, поэтому, да, второй раз ровно по той же самой схеме я налетела абсолютно на те же самые грабли. Тоже розовый цвет, но другого уже оттенка, то же самое вышло. То, что в одну нитку нужно было в две, а потом распарывала, ладно. Зато в третий раз я уже с тех пор, опять-таки, я ключ, кстати, до сих пор так и не провеяла. Я не знаю, будет ли там еще подобные, хочется сказать, подставы, но нет, конечно. Ну, в общем, будут ли еще такие моменты, я не знаю, но в данный момент таких цветов у меня три. Да, ну, вот третий я поймала. Я стала уже внимательной теперь каждый раз, когда мне попадается, ну, какой-то, да, когда я вышиваю какой-то крестик, я очень внимательно смотрю, точно ли в две нитки его нужно вышивать. Вот, ну, а в остальном, в принципе, что ж, работа продвигается, никаких тут других замечаний нет, ничего нового такого не появилось. Я не успела доделать. Вот, наверное, мне бы как раз хватило те два процента, если бы я доделала бэк вот на этом цветке, по крайней мере, на той его части, которая мне доступна. Но чего нет, того нет. Буду доделывать в ближайшие несколько дней. И еще, если вы можете заметить, я достаточно высоко поднялась в центральном цветке, хотя этого не планировала. То есть, если вы вспомните, когда я только-только вышивала вот этот цветок и говорила вам о том, что, ну, вот сюда выше мне уже не очень удобно идти. Все думала, то ли все-таки как-то закончить этот цветок или его бросить и пойти вот сюда на зелень. И тогда я решила уже выше туда не тянуться. Вот эту стала вышивать зелень. Но когда, не знаю почему, но почему-то, когда вот пришло время вышивать центральный цветок, я не могла остановиться. Мне все время хотелось, ну, еще чуть-чуть, сейчас я еще один цвет, еще немножко, еще немножко дошью. Но вот в итоге потом уже все совсем бросила, потому что нет, неудобно через всю работу тянуться. Так что здесь довышиваю. Думаю, что вот это вот место немножко фона захвачу. Но это вы, конечно, все уже увидите в вышивальных неделях. Да, я возвращаюсь к этому формату, очень по нему скучаю. Я надеюсь, что вы тоже мои недельки ждете. И тогда уже, когда дошью, когда вот здесь подниму, немножко буду перематывать работу. Потому что, напомню, у меня вот здесь пришитые палочки. Вот эта вот натяжка строительными стяжками. То есть это не так все просто туда-сюда гонять. Нужно, конечно, полностью уже вот низ вышить, чтобы все было готово. И тогда можно будет идти дальше. Про тюльпаны я вам рассказала. И, ну, если по большому счету, то все. Да, действительно, у меня практически весь месяц ушел на одну эту работу. Но и месяц был такой, ну, далеко не самый вышивальный. Первая его половина, особенно майские праздники, конечно, они прошли в садово-огородных работах. Я думаю, кто дачники, они понимают, что сейчас самая горячая, ну, в то время была горячая пора. Нужно было там после зимы делать какие-то работы. И на вышивку просто не оставалось времени. Поэтому я, с одной стороны, немножко скучала от того, что шью только одну работу. А с другой стороны, знаете, я радовалась тому, что все-таки приняла это решение. Пусть не было интересной какой-то ротации. Пусть это была одна работа. Зато, зато я выполнила план. Я не отстаю от графика. Ну, о графике мы с вами еще поговорим. И, в общем и целом, я довольна. Можно бы всегда, можно лучше. Всегда хочется больше, но не важно. В общем и целом, я действительно довольна тем, что делаю. Это я еще столько наговорилась во время съемки предыдущего видео, что, мне кажется, до сих пор запинаюсь. Так, ну, это я, конечно, немножко слукавила, когда сказала вам, что только-только тюльпаны я вышивала. Нет, у меня было еще две работы, которым я уделяла время, но его настолько мало было, что, знаете, тут-то и показывать особенно нечего. Ну, во-первых, моя собачка, которую я никак не могу дошить. Многострадальная собачка, бедняжка. Ей остался только вот белый цвет, и все. Медленно-медленно продвигается. Итак, в мае я вышила, как бы ее туловище получается, и вот здесь одну щечку. Я не знаю, как называется эта часть собаки, пусть будет щека. И я когда занималась монтажом предыдущего видео, уже успела немножко повышевать вот здесь, но поскольку был июнь вчера, то это все уже относится к июню, а не к маю. Я, конечно, ее хотела закончить. Честно. Я когда стала подводить итоги, но уже близилось время к завершению месяца, и поняла, что у меня стартов нет, финишей нет. У меня одно такое продвижение одних тюльпанов. И знаете, если бы там 30 тысяч я навышивала за месяц, это да, было бы чем гордиться. Ну, а тут думаю, ну хоть что-то, хоть что-то мне нужно сделать. Давайте пособерись и доши. Ну, видите, все равно нашлись дела другие. Не собралась и не дошила. Так что так потихоньку до сих пор она у меня и идет. Куда бы ее обратно пристроить? Так, и еще один процесс, который я возила с собой на дачу, но приняла решение больше этого не делать. И расскажу сейчас почему. Это мой английский сэмплер, который тоже большой и не очень хорошо обычно в кадр влезает. Ну, вот так, да, если без меня. А сейчас сложим и посмотрим на ту часть, которую я вышивала. Я, в общем-то, вышивала центральные элементы. Посмотрите. Вот здесь. Их совсем-совсем немного. И я устала от того, что такую большую простыню постоянно приходится заправлять в пяльцы. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что там ткань мнется или что-то такое происходит. То есть в процессе для меня в этом ничего кошмарного нет. И да, я вышиваю на пяльцах, я вышиваю те работы, с которыми играю в кубики. Но проблема в том, что такого большого отреза ткани мне еще никогда на пяльцах вышивать не приходилось. И вот эта простыня, которую я постоянно пытаюсь то подвернуть, то подогнуть, плюс здесь такой дизайн, что много-много вот этих маленьких фигурок. Постоянно пяльцы приходится передвигать. В общем, это очень неудобно. Мне это оказалось жутко неудобно. К тому же я умудрилась как-то здесь сделать зацепку на льне. И я не знаю, даже, наверное, может быть, придется сдвигать какой-то элемент, чтобы ее зашить, потому что повредила немножко нитки основы. Плюс, плюс еще один момент, почему я не хочу теперь вышивать на пяльцах. Я вам сделаю, конечно, кадры поближе, покажу. Посмотрите на ангелочка, которая вышивается вот этими вертикальными стежками. Я не представляю, как это закрепить. Вот вдруг он будет попадать так, что пяльцы у меня прямо на него попадут. Мне кажется, там стежки помнуться будет вообще кошмар. Их так много. Я так старательно их ровненько выкладывала. И, честно, просто не хочу теперь это место как-нибудь там, не знаю, испортить. Хотя у меня пяльцы деревянные. То есть это я вообще, когда вижу, кто лен заправляет вот в нурге вот эти железные, которые самые запяливающиеся, не знаю, мне прям страшно становятся, мне кажется. Они настолько там, ну, не знаю. Ладно. Тут, конечно, понятно, делает каждый как ему удобно. Но, в общем, и неудобно, и страшно мне оказалось с пяльцами. Поэтому я приняла решение, что пока я эту работу вышивать не буду, я так думаю. Я вам сказала, да, я приняла решение. А сейчас я уже подумала, что, может быть, нужно сделать по-другому. Ладно. Об этом я тоже еще этот вопрос я решу. Но главное в том, что я буду вышивать эту работу на раме. Я прикинула. У меня, кстати, вот эта вот самая большая рама от Арабески. И если... Так, мне повернуться. Ну, в общем, она, посмотрите, получается, в принципе, вот ровно такая же по размеру. Чуть-чуть даже больше, чем основа, на которой я вышиваю тюльпаны. Так что, я думаю, у меня должно даже-даже остаться небольшое вот здесь местечко для того, чтобы сделать натяжку. Я все это хорошо, ровненько закреплю. Сяду, возьму этот процесс как основной. Поэтому, может быть, может быть, все-таки действительно я вот это дошью, доделаю. Потом возьмусь за эту работу. Потому что вы помните, да, что это я вышиваю в совместном проекте в группе «Вышивка крестом примитивов» и эти «Вышивка крестом примитивы». И те девушки, которые, в общем-то, следуют нужному темпу, они каждый месяц получают какую-то часть и ее отшивают. Но строгих сроков нет. То есть в течение года, вот, можно там ничего не вышивать одиннадцатого, в одиннадцатом месяце, да, в ноябре получить все, отшить, успеть быстро все и в декабре совершенно спокойно вместе со всеми финишировать. То есть никаких там наказаний, если не успеваешь, нужную часть вышить нет. Поэтому я думаю, что вот как только я освобожусь, действительно вот так по-хорошему освобожусь, потому что крестиков все-таки много, эта работа тоже большая. И вот я сяду и ее целенаправленно буду шить. Либо-либо, опять двадцать пять, да, если все-таки захочется работать с ней пораньше, то буду это как-то встраивать в свои вышивальные недели. Но тем не менее, то есть главное, что я ее закреплю на раму и буду вышивать только на раме. Не знаю, утюжить, наверное, не буду, она все равно грязная. Утюжку уже когда постираю, но аккуратненько расправлю и подумаю, что делать с тем местом, которое я зацепила. Чем могла зацепить, не представляю. Но чем-то зацепила. И, в общем, буду вышивать. Так что немножко, я вам сейчас даже скажу, сколько я смогла вышить, да, на сколько крестиков все эти бумажки разлетаются с планами. На сколько крестиков потянули все эти элементы. Тысяча шестьсот девяносто, тысяча семьсот. Тысяча семьсот крестиков. Это вот эти все центральные элементы вместе с вертикальными стежками. И, в общем-то, все. Да, вот на этом абсолютно все, что я делала в мае. И по итогу у меня получилось, ну, вы знаете, не очень на самом деле получилось. Я вышла десять тысяч семьдесят четыре крестика. Хотя должна была выше пятнадцать пятьсот. Вот, да, если вы помните мои планы, моя задумка вышивать по пятьсот крестиков ежедневно. Это такое вот я себе поставила в начале года норму. То, да, почти пять с половиной крестиков я не дотянула. И вообще из всех, если мы посмотрим на весь прошедший, ну, на часть, да, на пять прошедших месяцев. Самый удачный у меня был март. Потому что в марте мне до вот полностью выполненного плана не хватило всего тысячи с небольшим. Да, март, он был прям супер. В марте это был первый месяц, когда сын пошел в садик. Он тогда действительно очень хорошо ходил, мало болел. И прям видно. Вот по вышивальным результатам сразу видно. Время освободилось. И стало все получаться достаточно... Стало получаться достаточно много времени уделять вышивке. И, в общем-то, знаете, так получается, что мы с вами как-то плавно, да, вот от отчета за май переходим к отчету, к подведению итогов в целом за весну. Я сейчас бумажку свою поймаю, которая улетела. Бумажка с ценной информацией. А то я тут не запомню все, что хотела вам сказать. Итак, давайте в целом о весне. Про март уже сказала. Март получился самый классный именно месяц по количеству вышитого. И самый интересный и разнообразный. Потому что в марте у меня было все. У меня был, естественно, основной процесс. У меня была собачка, которую я потихоньку шила во время монтажа и обработки видео. Я играла в кубики у меня там даже получился, по-моему, в конце марта, да, перед апрельскими стартами. Я устраивала такой марафон с кубиками. Классно повышивала. Я за март вышивала все процессы, кроме одного. Из шести процессов, которые есть у меня в кубиках, не попали. И я не повышивала только груши. Единственное, представляете, все остальные были вышиты. Так или иначе, я вот ими потихоньку занималась. Что касается стартов и финишей за март, я уже не помню. Да, старт и финиш у меня был один. Он же старт, он же и финиш. Это мой проект в рубрике «Год в стиле примитив» закладочка. Такая закладочка, которую я вышила. Вышивала я ее, это часть схемы Карен Клуба, которую я нашла в электронной версии журнала. И как раз-таки тогда увидела статью о ней, по которой, собственно, и сделала для вас видео. Ссылочку, естественно, оставлю, если вы пропустили. Так что такой внезапный у нас получился тогда рассказ. Закладка мне, не закладка, а работа, которая когда-то станет закладкой, мне, конечно же, очень нравится. Пора бы ее уже и оформить, и что-нибудь пристойное с ней сделать, потому что я до сих пор пользуюсь салфетками. Невзирая на то, что у меня есть книжные закладки и магнитные разные всякие, все равно во всех книгах у меня лежат бумажные салфетки. Не знаю, почему-то я питаю к ним какую-то определенную слабость, но надеюсь, что когда у меня будет такая, собственно, ручно вышитая красота, я все-таки буду использовать именно ее. И все, все, никаких других ни финишей, ни стартов, ничего интересного не было. А про я принесла все работы, которые у меня есть в кубиках, давайте, наверное, сейчас прямо на них и посмотрим, собственно. Да, раз они у меня вышивались только в мае, в апреле у меня я с ними ничего не делала, в мае точно так же я с ними ничего не делала, так что раз уж мы говорим про март, давайте сразу посмотрим и вспомним, что было. Я не буду сейчас говорить очень подробно, откуда, какая у меня работа, вы уже миллион раз их все видели, я просто вот быстро, кратенько вам покажу, напомню, в каком они сейчас у меня состоянии, потому что я обязательно вернусь к кубикам, на этой неделе уже, наверное, не успею, но периодически, да, то есть я теперь не буду вышивать вот опять одну только работу, нет, мы возвращаемся как бы к старым временам, к старой ротации, когда у меня будет и то, и другое, и третье, и всего по чуть-чуть. Итак, работа, единственная, для которой я принесла превью, потому что на ней вышло так мало, что вы вообще, наверное, кто не знает эту работу, не поймете даже, о чем я говорю, это мой милхилл, вот такой вот снеговичок, который я повышивала. Ему, я начинала это все, естественно, в апреле 2019 года, в апрельских стартах, ему и тогда не особо повезло, и здесь всего один разочек я повышивала, вот крохотная просто, как это начало метелки, и это все, что есть. Но, тем не менее, да, ему тоже время хоть немножко досталось. В отличие от груш, тех же самых, давайте на груши тоже сразу посмотрим. Здесь уже более или менее есть на что посмотреть. Одна груша, часть рамки, собственно, нужна еще одна груша, закончить рамку и сделать надпись наверху. И я даже посмотрела, сколько у меня осталось, 5000. Ну, я округлила, понятное дело, там детали уже не важны, 5000 крестиков осталось, и эта работа будет закончена. По-моему, очень здорово. Дальше бант, будущий, пока еще не бант, но будущий бант с кроликами. Готово один кролик, одна морковка, не хватает ботвы, ну и, соответственно, не хватает еще второго полотна. И вы помните, я говорила, что это, наверное, первая и последняя моя схема из книг Акуфактум. Все-таки не совсем мое. Девчушка, которой я вышила юбку, у нее появилась юбка, я помню, что вышивала именно ее. Классно, не перестаю любить эту работу, просто одно сплошное ми-ми-ми. Котики, бантики, розовый цвет, юбочки, платьица, все, в общем, прекрасно. Улитка, в которой тоже осталось совсем-совсем немножко, потому что остался один только алфавит. Алфавит и пуговицы, пришить пуговицы, которые я опять-таки забыла купить. Надо сесть и сделать заказ, а то я дошью, буду потом без пуговиц. Уже несколько раз порывалась, но сначала, которые хотели, я не помню, что-то у меня, в общем, сорвалось. Я все помню, что я сидела, выбирала, но почему-то покупка сорвалась, не сложилась. И последняя, шестая работа, это розы. Розы от ДМС, которые вы все очень любите, я их тоже очень-очень люблю. Вот такая вот красота. 40, я посмотрела, забыла, 40 с чем-то, ну, 40 с небольшим процентов работы, 42, по-моему, все-таки. Ну, почти половина, это тоже достаточно много. Я вышиваю просто на 36-м каунте, поэтому она кажется небольшая. А так, работа все-таки приличная. И, кстати, осталось мне здесь 12 тысяч. Да, то есть она не маленькая по размеру. 12 тысяч крестиков еще осталось. Как-то вам говорила, что хотела бы взять ее в качестве основной работы, чтобы вышивать побольше. До сих пор хочу, ну, и надеюсь, что все получится. Так, это мы с вами посмотрели мои работы для кубиков, которые я активно вышивала в марте. Ну, и, конечно же, к ним обязательно буду возвращаться. Так, где бы как их пристроить. И давайте тогда плавно перейдем к апрелю. Чем же был знаменателен для меня апрель? Конечно, апрельскими стартами. Ссылочка на плейлист будет и на плейлист этого года, и на все предыдущие. Если вам такой формат нравится, заходите, смотрите. В этом году я тоже решила сделать. Наверное, я уже буду делать так всегда. Но посмотрим, опять-таки, зачем загадывать. Так вот, я решила взять несколько работ и уделять там 3-4-5 дней каждый. Но даже, знаете, у меня был выбор. Очень хотелось 6, но я подозревала, что я не смогу. И все-таки пыталась уместить до 5, но даже 5 я не стала делать. Я остановилась на 4-х, потому что старт под номером 4 мне очень захотелось закончить. То есть это был и старт, и финиш моего апреля. Я сейчас открою свою шпаргалку, чтобы тоже было куда смотреть. Так, старт и финиш апреля. Единственная законченная работа в этих апрельских стартах. Это вот такой потрясающий дизайн от компании Kingsland. Называется Hearts Delight. Выполняется на двух разных основах. Но, по-моему, выглядит просто фантастически. И также я вам сейчас по двум частям, да, в двух частях буду это показывать выше. Потому что совместить одно с другим, пока оно не оформлено, тяжело. Итак, верхняя часть светлая, которая получилась. Естественно, все ссылки и на плейлисты на каждое видео в отдельности я буду оставлять. Если подробно захотите, то туда проходите, смотрите. Там и кадры поближе, и все-все-все есть. А сейчас уже такой просто обзор, да, подвожу итоги. И нижняя часть, которую я делала несколько замен. Немножко поменяла цвет ниток и основы, но, по-моему, тоже получилось очень здорово смотреться. Это все будет потрясающе, я уверена. Так, ну, у нас-то как-то получилось с конца, да, старт номер четыре. Ну, неважно, он просто был единственным финишем, поэтому получился впереди. А остальное я вам покажу уже, остальные старты в таком свободном порядке. Во-первых, это моя фея, да, это фея, хоть она пока еще такая лысенькая и не совсем понятная, но фея, которая будет сидеть на цветочках, нести ее будут бабочки. Я забыла вам принести книжку, да, но вставлю сейчас картинку, превью, покажу, что это должно получиться. Книга от компании Leisure Arts. Я не ожидала, что эта работа окажется такой трудоемкой. Да, вот она небольшая по количеству крестиков, но улетела фея. Она как-то настолько, настолько все кропотливо, настолько мелко. Я ожидала больших продвижений, но тем не менее, очень рада, что эту работу начала. И не знаю, вы обратили вы внимание или нет. Это, в общем, единственная работа, которая у меня хранится не сложенная, а скрученная в трубочку. Потому что это пермин с безумными заломами, которые я вообще боюсь никогда в жизни не отгладить. И там, сколько бы я ни утюжила, там все равно остаются следы, видно. То есть, когда натягиваешь, все хорошо. Когда чуть ослабляешь натяжку, видно, что есть следы, как была изначально сложена ткань, когда я покупала ее в магазине. Но, надеюсь, что все потом удастся оформить, будет хорошо, будет такая объемная картина. Обязательно буду оформлять в рамку и хочу поставить куда-нибудь. Ну, она не подходит, это не та работа, которую буду вешать на стену. Но где-нибудь, не знаю, на тумбочке, на туалетном столике, где-то она будет у меня стоять. Дальше. Работа от Терезы Венслер, которая называется «Карусель». Недавно мечтала начать. Кстати, в видео там показываю и всех остальных лошадок, так как у меня есть все схемы. Но начала я совсем-совсем немножко, совсем чуть-чуть. Тоже не самая легкая для исполнения схема. Это нижняя часть вот этого подиума, на котором установлена сама карусель. Но получается здорово. Тереза, она непревзойденный мастер, особенно в блендах. Смотрится все просто идеально. И очень нравится, как это все лежит на основе. Но я уже тоже вам рассказывала, что видела вживую отшив. Я так как не посетила. Посмотрите, ни одной формулы рукоделия еще не посетила. И вообще, единственная рукодельная выставка, которую я видела, на которой я присутствовала, это как раз была выставка работы Терезы Венслера. Вот там вживую удалось посмотреть на отшивы. И, конечно, потрясающая работа, просто потрясающая. Поэтому очень рада, что смогла ее хотя бы начать. А то она бы лежала еще, в общем, долго-долго-долго. И четвертая работа. Это дизайн из журнала Treasures in Needlework. Тоже старинный журнал. Называется работа Home Sweet Home. Такой вот красивый коттедж, домик. Работа с различными, не суперсложными, но тем не менее интересными стежками. И это работа, которую я решила повышевать на желание. Так что посмотрим, как оно сработает. Вот такая вот часть у меня вышита. И рассказывала вам о том, что немножко меня смущали цвета. Потому что очень сильно разнятся цвета в реалии. И то, что было, ну понятно, из-за цветопередачи. То, что я видела, то, что я ожидала по превью. И меня тогда смущала немножко вот эта розочка. Потому что она какого-то теплого такого оттенка. Особенно вот этот рыжий-коричневый цвет вокруг. Ну вот вы знаете, сколько месяц прошел, да? Я достала. И прям хорошо. Меня даже... Я понимаю, что когда буду вышивать дальше. Особенно, когда дойду вот здесь до центра. Буквы написаны этим же самым рыжим цветом. Оранжево-таким коричневатым. Будет очень хорошо все сочетаться. Но даже сейчас, вот спустя некоторое время, я смотрю на работу, и мне очень нравится. Мне действительно нравятся все цвета. И тоже есть мысль о том, что вот после вот этого, и, наверное, после английского сэмплера, в общем, я не хочу ее надолго откладывать. Да, я хочу, чтобы у меня исполнилось желание. Ну, по крайней мере, мы с вами посмотрим, работает примета или нет. Но чтобы это понять, нужно, естественно, работу вышивать. Она не должна пылиться где-то неизвестно где. И на этом, в общем-то, мои апрельские старты завершились. То есть, да, 4 работы. Из них одна была финишем, и она, причем, не маленькая такая. Я, по-моему, не считала целиком. Целиком я, по-моему, не подводила итоги. Сколько она у меня... А, подождите, подводила. 2 300. Хм... Оказывается, совсем немного. Но, судя по тому, что у меня исключительно ровные цифры, я вышивала с листа, я не пересчитывала половину там стежков. Я просто не стала их считать. Ну, ладно. 2 300, так 2 300. Апрельские старты на этом закончились. И, в общем-то, закончилась и, в принципе, вышивка. Потому что, кроме апрельских стартов и немножко капельки где-то там на той самой собачке, я ничего не вышивала. И это, конечно, сказалось на результатах, потому что мне не хватило до моего плана больше 7000 крестиков. И это, наверное... Это не наверное, это точно, это самый такой провальный месяц из всех, если мы будем говорить именно по количеству вышитого. Но зато апрельские старты я продолжаю любить. Просто, я не знаю, это я жду. Я каждый год теперь жду. Я понимаю, что можно стартовать в любой другой месяц. Можно напридумывать себе что угодно. Но вот почему-то апрельские старты, а не апрельские старты, это нечто такое особенное, что я с удовольствием жду. И разговор об итогах апреля на этом мы тоже с вами завершим. То есть, получается, март у меня было всего по чуть-чуть, и я хорошо играла с кубиками. Апрель это были мои апрельские старты. И мая это была такая активная-активная работа над тюльпанами. И что же, значит, в итоге-то, да, по весне, во что это все вылилось? А я, наверное, вам все уже и перечислила. Да, да, мы с вами не забыли. Я все вам и старты показала. Финиша, получилось именно финиша за всю весну, всего два. Это закладка, которая была в мае, и вот эта хардсделайт, которую я вышивала в апреле. Ну, и попродвигала я все, кроме груш. Слушайте, знаете, прям захотелось груши взять и чисто из принципа хотя бы немножко на них повышивать. И на этом с итогами, да, как бы с подведением итогов весны мы закончили. Давайте теперь вернемся к планам. К планам на весну, к тем самым, вот он мой волшебный листочек. Я вам его несколько раз уже показывала. Что же я хотела-то, да? Я хотела в тюльпанах вышить 13 тысяч крестиков, потому что весна у нас длилась 13 недель. Вы помните, мой план вышивать минимум тысяч крестиков, чтобы оставаться в рамках, в общем-то, запланированной скорости, чтобы к концу сентября у меня была готова работа. У меня получилось. Я все сделала. В общем-то, ровно столько практически. Честно, мне не хватило, ой, микрофон, мне не хватило, мне не хватило до 13 тысяч, знаете, сколько? 30, что-то 30 с небольшим крестиков. Причем я, я не знаю, почему-то я была в полной уверенности, что мне хватает. Мне нужно было, я вот так помнила, что за то время, пока не снимала видео, да, за мой месяц, мне нужно было отшить 8 тысяч. А я отшила 8 300, по-моему, я думаю, о, ну раз я уже даже 8 тысяч чуть-чуть превысила, значит, я точно умещаюсь в свои 13, но, видимо, где-то я чуть-чуть все-таки сбилась с подсчетом, и мне не хватило. Причем я вот это все узнала только там полчаса назад, когда сидела уже, окончательно цифры какие-то подводила, готовилась к видео, естественно, я бы вышила эти несчастные там 30 крестиков, или какие-то стишки бэка, если бы посчитала и узнала это заранее. Но, тем не менее, этот пункт, я себе отметила зеленым цветом, я считаю, что я с ним справилась, буду считать, что крестиков именно 13 тысяч. Следующий пункт, 4 процесса для года в стиле примитив. Вот здесь вот труба просто вообще полная, то есть у нас сейчас идет, смотрите, начался уже июнь, ну ладно, не будем пока про июнь, пусть про те месяца, которые прошли 5. 5 месяцев прошло, из них выполнено только 2 работы за январь и февраль. При том, что меня, мне продолжает интересовать этот проект, да, самой же себе придуманный, мне хочется этим заниматься, но вот у меня очень такой серьезный затык произошел с мартовской схемой. Мне идея о том, что я хочу сделать, она на самом деле бродила уже очень давно, еще до этого проекта, я все мучилась, мучилась, чтобы мне такое сделать. Сейчас покажу, где, потом подвернулся, ну не подвернулся, а придумался этот проект, и я подумала, о, классно, я одно с другим совмещу, а ничего в итоге не вышло. Я вам сейчас говорю вот о такой шкатулочке. Есть такая крошечная шкатулочка кругленькая от Аги Бокс, которым можно оформить вышивку. Вот здесь есть такой выпадающий маленький какой-то фанерный деревянный кружочек, то есть вы что-то вышиваете, там закрепляете, обтягиваете, просто он сюда, я думаю, что даже за счет толщины ткани, которая будет натянута, он даже без клей, без ничего будет сюда вставляться. Вот это просто крошечка, я не знаю сколько здесь, 5 сантиметров, может быть 6 максимум в диаметре. Это был комплимент, когда я заказывала у Анастасии своим, первый, это был первый заказ, я заказывала большой короб и средний. И тогда была очень большая задержка, я не помню, чуть ли не год, ну в общем много, очень сильно тогда задержали заказ. И в качестве вот такого комплимента и извинения за то, что получилось так долго, Анастасия мне вот в подарок вложила такую шкатулочку. У меня с ней, знаете как, то она мне очень нравилась, то потом она мне разонравилась, то я никак не могла придумать, и на самом деле я не очень могу придумать, что в ней можно хранить. У меня есть отдельная шкатулка для украшений. Мне казалось, что она бы могла подойти очень здорово, стоять на тумбочке, на прикроватной, если вот ложитесь спать и снимаете украшения. Но дело в том, что я не снимаю украшения. Серьги я снимаю еще когда-то, ну в общем, до сна и убираю их в шкатулку, кольца я не снимаю никогда вообще практически. Не знаю, мне кажется, несколько раз с тех пор, как они там, каждое колечко появляется, я его одеваю и не ношу. Несмотря на то, что у меня есть кольца еще другие под какие-то отдельно там украшения, не знаю, я никак не сельги меняю, а вот кольца не меняю. Как ношу, так и ношу. И в общем, я так и никак не могла придумать, для чего же она мне нужна, не нужна. Но тем не менее, мне в темя шло с головы, что я хочу ее оформить. Я хочу вот сюда какое-то, вот какое-то что-то, да. Сейчас я уже, честно говоря, думаю о том, что просто сюда нужно сделать какую-то красивую ткань, ее затянуть. Потому что найти схему красивую, интересную, такого размера, ну это у меня не получилось. Я перебробовала кучу всего, но какой-то совсем там, не знаю, у тебя пляп не хочется. Я обрадовалась, о, примитив, сейчас я ну найду там что-то, цветочков что ли не найду. Не нашла, понимаете? Вот настолько крошечных не нашла. Я взяла, у меня даже вот я такой же нейтрального цвета выбрала, да. Кусочек есть специально, вместе с ней лежит основа, это сороковой, сороковой же, правильно? Да, сороковой каунт. Ну, уже меленько. Я согласна шить через одну даже ниточку, но все равно не получается. Вот те цветочки, которые мне нравятся, те элементы, которые я выбираю, они никак не идут. Ну, не влезают, они... Ой, в общем, это было такое расстройство. И, вы знаете, эта беда, она у меня, в общем, не только в вышивке. Есть такая, я не знаю, черта, привычка не очень хорошая. Она на самом деле мешает жить, когда вот в чем-то ступор, я не могу перешагнуть и идти дальше. Вот сколько уже месяцев прошло, я никак не могу. У меня сейчас такое же с фильмами. Вы знаете, что я читала «Английский пациент», я слушала аудиокнигу, где-то вам говорила об этом. Я, кстати, думаю, что, наверное, если я все-таки захочу поделиться с вами впечатлениями от книг, фильмов и, в общем, чем-то невышевальным, нужно будет выпустить просто отдельное видео. Пусть его посмотрят те, кому действительно интересно, что я читаю и смотрю. А кто приходит только ради вышивки, пусть будет вышивка. Потому что мне не получается про книги коротко. Их было прочитано уже, ну, не то чтобы много, но немало. Рассказать тоже хочется, вставлять это в вышивальное видео. Ну, вообще-то по три часа каждый раз будем с вами сидеть. Поэтому вкратце, в общем, «Английский пациент» как-то не пошел. И, в общем, там все сложно. Вот, да, статус, все сложно с тем произведением. Но мне не хочется его вот в таком виде бросать. Я не могу. У меня на него было столько надежд. И я думаю о том, что я собиралась же смотреть фильм. Может быть, фильм как-то мне еще получше поможет, знаете, как разложить все по полочкам. Я что-то пойму, может, чего не поняла, да, чем так восхищаются люди в этой книге. Но беда в том, что вот 10 часов я слушала книгу, это были вообще невеселые 10 часов моей жизни. А фильм я не помню полтора, может, два. В общем, это фильм, да, полнометражный. И я боюсь, что там будет то же самое. То есть опять это будет потеря времени, опять эмоции какие-то. Ну, в общем, что мне не понравится, и я не могу себя заставить вот посмотреть этот фильм. Казалось бы, ну не можешь, плю, не смотри дальше. У тебя список сериалов, список фильмов, чего угодно. А я не могу. Вот у меня затык, у меня было по плану взять вот прям следующим, да, из того всего, что я смотрю. Не считаем видео, там, подкасты и что-то еще, а именно из полнометражных фильмов, из больших сериалов. А я не могу. А вот сыны не там. Я этого пациента не смотрю и дальше перешагнуть не смотрю. Так что, да, просто вот такой момент у меня в жизни встречается. Но я, наконец-то, вы не поверите, вчера, я вчера это все победила. Я сейчас говорю именно про очередную работу в год стиле примитив. Знаете, что мне помогло? Сейчас те, кто смотрит предыдущие видео, они узнали, они даже догадались наверняка, что я сделала и что я буду вышивать. Да, я буду вышивать Санту. Я пока просто сидела, монтировала что-то там туда-сюда, в журнал постоянно там смотрела, проверяла. А то обычно бываешь там скажешь что-нибудь, пока говоришь, говоришь, скажешь одно, какие-то ошибки. В общем, не важно, не важно, что я делала. Я смотрела, смонтировала видео и смотрела постоянно журнал. Смотрела все время на вот этого Санту и решила, что нужно взять просто и вышить. Села, минут, наверное, 15 потратила на то, чтобы сделать перенабор. Ну, тут простейшая схема, просто элементарнейшая. Я даже не особо заморачивалась цветами, я все равно буду подбирать их сама. И класс! 1200 крестиков получилось, у меня есть перенабор. И в ближайшее время я начну эту работу. Все, меня отпустила эта шкатулка, слава богу. Вернусь когда-нибудь, если что-то интересное найду, что в нее вышить. Ну, замечательно, значит, будет оформленная шкатулка. Не найду, не вернусь, ну и ладно, в конце-то концов. Вот, поэтому пункт про год стиле примитив я благополучно пропустила. И не выполнила, да, но что ж, все будет переноситься дальше. Следующий у меня тоже два пункта, они никак не выполнены. Это дошить конверт и пошить водолея от Химеры. Про конверт у меня мысли есть, про водолея, честно, нет. Нет мысли не в том плане, что я не хочу. Я до сих пор хочу, я люблю, я смотрю каждое утро на голую стену. И периодически думаю, что вот когда-нибудь здесь появится водолей. Потом я начинаю думать о том, что я хочу, я буду ходить мим близко. То есть проход будет прямо вдоль этой стены. И уже, кто помнит мою эпопею со сравнением с музейными и не музейными стеклами. В общем, я поняла, что туда я хочу музейку. Размер Химеры вы себе представляете. И я уже начинаю подсчитывать, сколько денег нужно на то, чтобы оформить это все именно в музейное стекло. Но пока не шьется. И я не знаю, я не хочу никого обнадеживать. Ни себя, ни вас, кто любит эту работу. Но пока вот никак, пока никак. Планов ближайших ее тоже нет. И пятый пункт моих апрельских, моих весенних планов, это был апрельские старты. То есть пять основных пунктов, два из них я выполнила. Это старты и продвижение тюльпанов. Ну, не так, чтобы как бы хорошо, но тем не менее. Давайте теперь уже подумаем, что же я буду делать летом. Подумаем с учетом того, насколько не очень успешно получилось выполнение планов за весну. Но тем не менее, давайте, что я себе напридумывала на лето. Я очень старалась, честно, старалась держать себя в руках. Чем меньше планируешь, тем меньше потом расстраиваешься. Итак, первым пунктом, конечно же, тюльпаны. И вы знаете, что я задумала финиш. У меня осталось 17 048 крестиков. Изначально я планировала заканчивать эту работу к сентябрю, к концу сентября. И действительно, до конца сентября осталось 17 недель. Если продолжать вышивать по 1000 крестиков в неделю, я ровненько, четко по своему плану эту работу как раз закончу. Но у меня же есть из годовых планов еще много работ. И сейчас я вам много уже показала всего, что хочется делать. И как-то, я думаю, а может быть постараться за лето. Да, ну понятно, не месяц. Я тут сейчас не ах-ох и 17 тысяч за месяц я, конечно, не сделаю. Хотя хотелось бы. Понимаю, что это слишком. И устала, устала от одного процесса. Хочу несколько работ параллельно. Поэтому вот сильно выше головы не прыгаю. Но тем не менее, чтобы закончить эту работу не к концу сентября, а к концу августа, мне нужно будет вышивать 1312 крестиков в неделю. Считаю эту неделю. Сегодня среда. Да, я напомню, в пятницу мы едем на дачу. Значит, у меня есть, ну, четверг-пятница, два дня. Два дня на 1300 крестиков. Ну, надо стараться. Ладно. Надо вообще меньше болтать. Видео надо писать короче. Видео короче, монтаж короче. Больше времени на вышивку. Так, значит, это пункт первый. Буду надеяться на финиш. 17 тысяч крестиков за лето. Дальше. Конечно же, год в стиле примитив. Ну, потому что нужно себя как-то взять и в рамки проекта обратно загнать. Да, у нас получается март-апрель-май. Три весенних месяца. Три летних. Шесть процессов. Шесть процессов мне нужно сделать. И как минимум два видеоотчета за первые три месяца года. Да, и вторую тройку. Да, до шестого. Еще бы, конечно, хорошо пооформлять. Они же маленькие. Там быстро. Когда я буду это делать, я не представляю. А, хотя подождите. Почему бы нет? Вот у меня третьим пунктом идет марафон финишей. Когда-то еще, когда строила планы на год, я говорила вам, что вот две такие есть идеи. Это апрельские старты, но которые уже не в первый раз, и которые, конечно же, такая традиция уже. И марафон финишей. Есть работы даже в тех же самых кубиках, вы сейчас видели. Там улитка, у которой осталось совсем немножко. Собачка, у которой уже вот прям возьми и дошей каплю. Те же самые работы вот в стиле примитив. Они небольшие. То есть можно пособирать по чуть-чуть. Сюда же я бы очень хотела отнести конверт. Бедный, несчастный, который лежит недошитый. Хотя бы одну игрушку от Буцилы закончить. Да, моего вот этого снеговичка. То есть выбрать себе какую-то неделю. Отложить все. Не думать про основной процесс. Не думать там про игру в кубики. Не про что. Выбрать там утром в понедельник, не знаю, 3, 4, 5 работ. Которые близки. У которых, знаете, это же всегда подгоняет. Когда до финиша остается капелька, ты быстрее, быстрее уже не можешь остановиться. Хочешь доделать. Может быть это как-то меня вот так, не знаю, соберет, подбодрит. И я смогу быстренько со всеми этими работами расправиться. То есть обязательно специально не выбирать там, где ох, еще там 3 тысячи крестиков. Я сейчас возьму и вышлю. Нет, что-нибудь поменьше. Что-нибудь реальное, зато будет действительно много финиша. И вот хотелось бы, хотелось бы такой марафон провести. Пункт 4. Это английский сэмплер. Да, я планирую им заняться. Почему-то я здесь не записала. Нужно мне вот сейчас внести обязательно Home Sweet Home. Я тоже хочу эту работу повышивать. Естественно, ни в сэмплере, ни в Home Sweet Home я не ставлю никаких... Я не ставлю ни в цифрах себе норму, ни там вышить половину или вышить все, или что-то такое. Нет, но заняться, заняться этими работами. Просто слишком все это вот это непонятно. И я очень хочу хотя бы один старт за лето. Ну, мы не считаем год стиля примитив, но один такой большой старт. Это начать второй большой такой длительный проект, который я в своих годовых планах планировала. Это вышивка по журналам Cross-Titching Country Craft. Заодно полистаем. Мою непрекращающуюся любовь к этой старинной периодике вышивальной вы знаете. Так что вот, получается 6 пунктов основных на лето. И да, под черточкой такой может быть, если получится, конечно, водолеет химеры, значит, и идет оформление. Во-первых, я хочу... Это, наверное, получится в июле. Скорее всего, я отнесу орла для папы, чтобы все-таки потом не отдавать две работы разом. Они большие, там, и паспарту, и все на свете. Это будет, ну, в общем, накладно просто отнести сразу. Поэтому за лето нужно будет оформить хотя бы орла. Как раз это где-то там уже дошьется. И, может быть, в начале осени, в сентябре понесу уже тюльпаны. Ну, и хочется что-нибудь пооформлять из тех малышек, которые у меня уже есть. Ту же закладку, там, тот же брелок, не брелок, а маячок. Маячок для ножниц, который я шила. Может быть, из небольших работ какие-то. Что-нибудь пошить. В общем, хочется, хочется что-то пооформлять. И у меня всегда... Вот я вижу, ну, надо же вышить. Ну, надо же вот... И вообще это проще. Это я себя, конечно, все отговариваю. Что, ой, мне надо вышивать, мне надо вышивать. Нет, сейчас не время оформлять. Это все сказки. Вы знаете, я просто очень плохо я оформляю. Тяжело, сложно. Поэтому пытаюсь придумывать себе отговорки. Я сейчас окинула взглядом. Наверное, это все. Все, что я хотела вам сказать. Пора уже закругляться. Подвели мы с вами итоги всех весенних месяцев и весны в целом. Поговорили про летние планы. И что ж, осталось эти планы брать и выполнять. Да, я не сказала про планы по поводу съемки видео. Но вот эти сейчас, будние дни у меня уже заканчиваются. Да, мы же с вами посчитали. 1300. Мне за два дня нужно успеть здесь. Поэтому буду вышивать. Я не знаю. Может быть, начну прямо сейчас. Вышивальная неделя. Вообще я планировала ее начать в выходные. Потому что мы уедем на дачу. Вероятнее всего, я как раз подготовлю Санту и заберу туда Санту. Ну, я думала, там, может, что-то еще цветет. Не знаю. Я две недели не была на даче. Не знаю, что там сейчас происходит. Но с каких-то таких красивых видов хотела неделю начать. Ну, а там посмотрим. Может быть, и эти пару дней тоже захвачу. Так что недели возвращаются. Постараемся вернуться к прошлому такому расписанию. То есть хотя бы одно видео в неделю, чтобы было. Подумаю насчет книг и фильмов. Посмотрю. Если будет настроение. Иногда прям-то хочется поделиться. Недавно просто с друзьями встречались. Так классно было. Сидели, обсуждали часа два про книжки. Кто что читал. У всех выросли списки друг у друга. Что прочитать, что посмотреть. Это, конечно, очень здорово. Очень приятно. Но вот вышивальные такие встречи у меня бывают с вами. В реалии пока нет. Бывают они с вами только в виртуальном формате. Так что, да, подумаю, подумаю. Может быть, если захочется, тогда тоже что-то такое сниму. Ну, а так, да, возвращаемся в вышивальном неделе. И будем встречаться с вами как минимум раз в неделю. Все. Большое вам спасибо за внимание. Всем пока.